Вы слушаете «Вести Магнитогорск на Майке» в студии Антон Грабарев. В Челябинской области за сутки выявлен 121 человек с положительными тестами на COVID-19. Скончались три человека. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 11 794 человека. По данным оперативного штаба по Магнитогорску, в городе за последние сутки подтверждено два новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии таким образом в городе подтверждено 1616 случаев COVID-19. Из них 1302 пациента выздоровели и выписаны из больниц. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также принимая во внимание рекомендации контролирующих органов Республики Башкортостан, на территории которой находятся детские лагеря, принято решение отменить летнюю оздоровительную кампанию в детском оздоровительно-образовательном комплексе ПАО ММК. Центры отдыха на остаток лета будут перепрофилированы и организуют семидневные оздоровительные заезды в Уральские зори и Горные ущелья. Более того, семьям работников комбината и организаций группы ПАО ММК, которые являются многодетными или в которых есть дети-инвалиды, компенсируют всю стоимость семейного отдыха. В стоимость семидневной путевки входит проживание, трехразовое питание и досуг. В распоряжение отдыхающих вся инфраструктура детских здравниц ММК, а также будут доступны платные услуги. Главное, при заселении в загородные детские оздоровительные центры ПАО ММК необходимо будет иметь при себе справки на всех членов семьи об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 14 предшествующих заезду дней. Около 800 магнитогорских подростков решили поработать во время летних каникул. В Магнитогорске продолжается реализация муниципальной программы временной занятости школьников и подростков. В муниципальном предприятии МБУ ДСУ города Магнитогорска трудоустроено с июля по сентябрь 255 подростков. За июль было трудоустроено 102 человека. Ребята устраиваются на две недели, за это время получают 5-6 тысяч рублей. В основном это уборка парков, подметания, подбор мусора, прополка травы. Желающие поработать подростки обращаются в Центр занятости населения. Именно оттуда их направляют по муниципальным предприятиям. В этом году в общей сложности во временном трудоустройстве задействованы более 800 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Заработная плата ребятам рассчитывается, исходя из размера мрот на основании количества отработанных часов. Дополнительно к зарплате несовершеннолетние получают материальную поддержку Центра занятости населения, также в зависимости от числа отработанных дней. В Центр охраны материнства и детства поступило 6 аппаратов ИВЛ. Сделано это в рамках программы развития здравоохранения. Новые аппараты искусственной вентиляции легких поступили в подразделения Центра охраны материнства и детства благодаря поддержке правительства области и губернатора. Общая стоимость оборудования составила более 24 миллионов рублей. ИВЛ нужен для того, чтобы воссоздать искусственное дыхание при лечении тяжелобольных с нарушением функций легких. В инфекционный госпиталь отправилась одна половина партии аппаратов, а вторая теперь находится в отделении анестезиологии реанимации для новорожденных. Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали активные вакансии в Челябинской области. В итоге экспертам удалось составить топ-10 самых высоких зарплат региона. Доход от 100 тысяч рублей на данный момент предлагают 800 вакансий, 50 из которых обещают работнику от 200 тысяч рублей. Самыми высокооплачиваемыми сферами стали продажа, строительство, IT и рабочий персонал. На 10-й строчке рейтинга оказалась вакансия менеджера по продаже металлоконструкций и изделий из металла. Работодатель обещает доход от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Однако утверждается, что верхней границы нет и все зависит от работника и процентов от продаж. Также в список попали травматолог, андроид-разработчик и интернет-маркетолог, косметолог и брокеры. Самой высокооплачиваемой стала вакансия главного бухгалтера – крупные розничные сети. За 300 тысяч рублей в месяц главбук должен управлять отделом. В подчинении может находиться около 200 человек, а также иметь соответствующее образование и опыт, знать все законы и тонкости бухгалтерского дела. И о погоде. Сегодня ночью в Магнитогорске 17 градусов. Выходные порадуют жарой – плюс 30. Облачно, но без осадков. Ветер южный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 724 миллиметра артутного столба. Это была программа «Вести Магнитогорск». Субтитры создавал DimaTorzok